Библейский портал экзегет.ру представляет Сегодня на библейском портале экзегет мы приступаем к изучению Евангелия от Марка. Мы будем изучать Евангелие от Марка по церковно-славянскому списку Островской Библии 1581 года. Комментарии на русский текст Евангелия от Марка у нас есть, и в то же время есть отличия именно славянского текста от русского текста. И при этом, конечно же, нельзя забывать о том, что русский синодальный текст Библии предназначался для благочестивого домашнего чтения. А сакральным текстом нашей Церкви является именно славянский текст, церковно-славянский текст, который восходит к Кирилло-Мефодиевской традиции. И мы читаем первую главу Евангелия от Марка. «Зачало Евангелия Иисуса Христова, Сына Божия, якоже есть писано в пророцах». Слово «зачало» означает «начало», а слово «евангелие» — это греческое слово, оно означает «радостную» или «благую весть». Например, все мы помним о том, что в древности, когда греки одержали победу в марафонах, то один из солдат бегом отправился в марафонский бег, чтобы сообщить об этой победе. И когда он добежал, он сообщил эту радостную весть, это как раз слово «евангелие». Но так как он был не натренирован, он скончался. То есть это слово «евангелие» имеет свою предысторию. «Зачало» — «евангелие Иисуса Христова». То есть это не просто речь идет о какой-то радости, но о той радости, которую мы получаем в Иисусе Христе. «Зачало» — «евангелие Иисуса Христова, Сына Божия», «яко же есть писано в пророцах». Здесь евангелист Марк отсылает нас к писаниям пророков, которые предсказывали о Христе. И дается цитата. Но это очень интересная цитата из Ветхого Завета. В основном, надо сказать, что в Ветхозаветной пророке, если они проповедовали, пророчествовали, они пророчествовали о Христе. Или, касаясь тех обстоятельств жизни народа Божия, когда они совершали свое служение. Но есть один пророк, о котором существует пророчество в Ветхом Завете. И вот Марк воспроизводит это пророчество. Это пророчество об Иоанне Крестителе, который является предтечей Христа. «Як уже есть писано в пророцах», то есть у пророков. «Се, аз, посылаю ангела моего пред лицем твоим, и же уготовит путь твой пред тобою, гласа, выпиющего в пустыне, уготовайте путь Господен, правы творите стезя его». Вот это пророчество о пророке. Такого нет больше в Библии, чтобы какой-то пророк пророчествовал о другом пророке. Иоанн Креститель — это истинный предтеча, то есть тот, кто идет пред Христом. Он рождается раньше Христа на три месяца. Он начинает свое служение раньше Христа. Он погибает раньше Христа. Он раньше Христа сходит в ад, и в Ааде начинает проповедь о том, что сюда сойдет Спаситель и облистает ад сиянием Божества. То есть он во всех случаях действует как предтеча. И мы читаем далее описание Иоанна и его служения. «Бысть Иоанн Крестя в пустыне и проповедуя крещение покаяния в отпущение грехов, и исхождаше к нему вся иудейская страна и иерусалимляне, то есть жители Иерусалима, и крещахуся все в Иордане, реце от него, исповедующие грехи своя». Здесь немножко непонятно, почему он проповедует в пустыне. Казалось бы, если ты проповедуешь, проповедуй в городе или в селе. Для чего он уходит в пустыню? Есть несколько причин. Одна из причин, он должен был напомнить евреям их предысторию. Еврейский народ рождается по-настоящему в пустыне, когда происходит исход из Египта, и в течение сорока лет Моисей водил их по пустыне, где они слышали великие пророчества Божие, и голос Бога Отца звучал в Синайской горы, когда давал людям заповеди. Поэтому задача на крестителе заключалась в том, чтобы как бы обновить обеты этих людей, потому что при Синайской горы они сказали, «Мы исполним и выслушаем». Это такая неожиданная конструкция предложения. Обычно говорят, «Мы выслушаем и исполним», а здесь немножко еврейский народ прежде всего проявил покорность Богу, «Исполним», а потом они сказали то, что «выслушаем». И Иоанн Креститель как бы напоминает им, он проповедует у Иордана в Иудейской пустыне о тех временах, когда народ странствовал по этим пескам. Но была и другая причина, почему Иоанн Креститель проповедует в пустыне. Он должен был показать этим людям их внутреннюю пустоту. Да, Бог дал очень много еврейскому народу. Можно сказать, что Господь превознес их над всеми мирами, но они не сохранили твердость исповедания. И еще древние пророки много обличали их, как народ жестковый, упрямый, горделивый. И совершая крещение в пустыне, на Иордане, он как бы говорит этим людям, вы оказались духовно пустыми. А что такое крещение, о котором мы прочитали, «И исхождавши к нему вся иудейская страна и эру салимляне, и крещахуся вси в Иордане реце от него, исповедующие грехи своя». Это не христианское крещение, то, что совершает Иоанн Креститель на Иордане. Этот обряд называется обряд омовения. Он очень подробно описывается в книге «Левит», это книга святости, в которой рассказывается, что чисто, что нечисто, в глазах Бога. Это такой как бы жреческий кодекс, эта книга. Обычно люди совершали полное погружение в воду, то, что называется микве по-еврейски, если они осквернялись. Или еврей жил долго среди язычников, возвращался в Эра Цесраэль, в Святую Землю, и над ним тоже совершался этот обряд. Но здесь удивительным является то, что этот обряд совершается над жителями Иерусалима. И вот Марк делает на этом акцент. Другие евангелисты говорят, что он крестил приходящих от Дестиградия, Иерусалима и других мест. А здесь Марк ставит во главу угла Святой Город и показывает, что да, они жили в Святом Городе, да, это Святая Земля, но они были осквернены. И крещахусе в Севердане реце, от него исповедующие грехи своя. И дальше описание Иоанна. Бе же Иоанн, то есть был же Иоанн, оболчен, то есть одет, в лосы вельблюжды. В лосы вельблюжды – это одежда из шкур верблюдов. И пояс у смен, о чреслях его, и припояс он был кожаным поясом, и яды, то есть ел акриды, и мед дивий, то есть дикий мед, он напоминает здесь нам другого Божьего пророка, пророка Илью, так как Илья описывается в книгах Царства. И Христос позже скажет об Иоанне Крестителе, если хотите, он и есть Илья. То есть Иоанн Креститель пришел в духе пророка Ильи, не в том смысле, что он является реинкарнацией Ильи. Конечно, нет. Илья тот и не умирал. Он живьем был взят на небо, и он придет на землю во дне Антихриста и будет убит. Но как после Вознесения Ильи дух Ильи почил на Елисея, его ученике, ученике Ильи, теперь этот же дух почил на Иоанне Крестителе. И проповедовша глаголя «Горядет креп ли меня вслед мне?» То есть его проповедь Иоанна Крестителя о том, что «Горядет креп ли меня вслед мне?» То есть за мной идет тот, кто сильнее меня. Ему же не достоин преклонься, разрешите ремень сапог его. То есть он говорит, я не достоин даже ремень обуви его развязать. «Ас убо я крестих вы в воде, той же», то есть Христос, который грядет, «крестит вы Духом Святым». Иоанн Креститель этими словами, он показывает, что тот, кто идет за ним, он более могущественный. Иоанн Креститель крестит в воде, «А той же крестит вы Духом Святым». А как Иисус Христос крестит нас Духом Святым? Иисус Христос искупил нас своей драгоценной кровью, вознесся на небеса и умолил Бога Отца, чтобы Бог Отец послал Духа Святаго. И заслугами Христа и честь Христа мы получаем благодать Духа Святаго, как здесь и говорит Иоанн Креститель, «Ась уба крестих вы в воде, той же крестит вы Духом Святым». «И бысть воних днех прииди Иисус от Назарета Галилейского и крестися от Иоанна во Иердане, и аби восходя от воды, види разводящиеся небеса, и дух, яка голубь, сходящ нань. И глаз бы с небесе, ты, если сын мой возлюбленный, о нем же благоволих». Здесь описывается само крещение Иисуса Христа. По церковному преданию Марк, евангелист, был соработником апостола Петра, первоверховного апостола Петра. И так называемое Евангелие от Марка на самом деле это проповеди апостола Петра, которые Марк записывал. И хотя Марк – это христианин второго поколения, на самом деле его Евангелие – это не его Евангелие, это Евангелие Петра. И лаконичный стиль этого Евангелия показывает, что эта проповедь предназначалась для римлян. А мы знаем Петра как основателя римской церкви. Он и был первым папой римским. Но кроме римской кафедры он основал и антиохийскую кафедру, и там он тоже был папой, то есть подлинным отцом. Здесь возникает очень серьезный вопрос, а для чего Христу надо было креститься? Разве в этом была какая-то необходимость, то, что он крестился? Отвечая на этот вопрос, Амбросий Медиаланский в своем комментарии на Евангелие от Луки писал, «Господь крестился не ради очищения себя, но чтобы очистить воды, дабы они, будучи очищены плотью, не знавшие греха Христа, обрели способность крестить». То есть Христос крестился нас ради человек и нашего ради спасения. Что это значит? Это значит, что когда нас погружают в купель, это та самая вода, это тот самый Иордан, которого касалась безгрешная плоть Христа и осветила эту воду. Подобно пишет и Златоуст, что он, то есть Христос, пожелал оставить освященные воды тем, которые имели креститься после него. то есть когда Сын Божий входит в струи Иордана, он освящает каждую купель, в которой будет совершаться крещение, каждый водоем, каждую реку, каждое озеро, где будет совершаться это таинство. Это первая причина. Вторая причина, как говорит святитель Иоанн Златоуст, хотя Христос не был грешником, ведь крещение совершалось в покаянии, тем не менее он принял греховную природу и подобие плати греховной, так пишет Златоуст. «Поэтому, хотя сам он не нуждался в крещении ради себя, однако в нем, в крещении, нуждалась чувственная природа других». То есть он соделал эту воду, способной очищать. И Григорий Назианзин говорит, что Христос крестился, дабы полностью погрузить воду ветхого Адама, как и сказано апостолу Павла, как в Адаме все умирают, так во Христе все оживут. Вот почему очень важно крестить полное погружение, потому что погребением считается такое погружение в землю, зарытие в землю, когда тело целиком оказывается под землей. И была третья причина, почему Христос крестился. Он пожелал креститься потому, как говорит Августин в своей проповеди на Богоявление, он пожелал сделать то, что предписал делать всем. И именно это он имел в виду, когда говорит, так надлежит нам исполнить всякую правду. И Амвросий Медиаланский пишет, исполнить правду значит, сначала самому делать то, что ты желаешь делать другим, тем самым побуждая их собственным примером. Итак, как мы видим в Евангелии от Матфея, когда он приходит креститься, Иоанн начинает его отговаривать и говорит, мне надо креститься у тебя, и ты ли пришел креститься ко мне. И мы видим, что существует несколько причин очень важных, почему Христу надо было креститься. И все это нас ради человек и нашего ради спасения. И Абия, Абия это означает тот час, Дух изведи его в пустыню, то есть Абия тот час после крещения, Дух изведи его в пустыню, и бету в пустыне дни четыре десяти искушаем сатаною, и бе со зверьми и ангели в служаху ему. Но сначала обратим внимание на то, что после крещения Сын Божий был искушен сатаною. Возникает вопрос, а чему это может нас научить? Почему Сын Божий Христос подвергается искушению от дьявола сразу после крещения? Это связано с тем, во-первых, чтобы дать нам силу против искушений. Поэтому святитель Григорий Великий в своей проповеди говорит нашему избавителю, пришедшему для того, чтобы быть подвергнутым смерти, приличествовало также пожелать и быть подвергнутым искушению, дабы подобно тому, как Своей смертью Он преодолел нашу смерть, точно так же Своим искушением победит наше искушение. Оказывается, Он претерпел искушение от дьявола в пустыне для того, чтобы, когда мы окажемся в духовной пустыне, и дьявол начнет нас искушать, чтобы Христос дал нам силу противостоять любому искушению. И апостол Павел пишет о том, что это великое преимущество, что Христос был искушен во всем, кроме греха. А в чем же это преимущество? «Дабы быв искушен, Он мог бы и искушаем помочь». Что имеется в виду? Он знает, что такое искушение. Он пережил искушение в пустыне в течение сорокадневного поста, когда Он ничего не пил и ничего не ел. Но есть и другая причина, чтобы предупредить нас, что никакой человек, даже святой человек, не может быть защищен от искушений и соблазнов. И если сам Сын Божий подвергался искушению со стороны дьявола, то что же удивляться, что мы тоже терпим нечто подобное. И Иларий Пиктовийский пишет, «Дьявол со своими искушениями нападает в первую очередь на освященных». И мы знаем, что священники всегда подвергаются большим искушениям, чем обычные люди. Поскольку больше всего дьявол желает одолеть святых, по этой причине читаем, «Сын мой, если ты приступаешь служить Господу Богу, то приготовь душу твою к искушению». Здесь Иларий Пиктовийский приводит цитату из книги Иисуса сына Серахова, 2 глава, 1 стих. И была третья причина, почему Христос попустил дьяволу искушать себя. Чтобы подать нам пример и научить нас, как преодолевать искушение дьявола, Господь попустил дьяволу нападать на себя, то есть на самого Христа. И Августин блаженный и пишет, что Христос позволил искушать себя дьяволу, чтобы, превзойдя искушение, быть посредником не только своим содействием, но и своим примером. А какой пример нам показал Христос в преодолении искушения от дьявола в пустыне, дьявол искушает его цитатами из Писания, и Христос отвечает по Писанию. «Дьявол говорит сказано о тебе, а Христос отвечает написано». Таким образом, мы имеем вернейшее пророческое слово Библию, и это есть меч обоюдоострый, который помогает нам преодолевать искушение. И была четвертая причина, почему Христос принял на себя искушение от дьявола, чтобы дать нам уверенность в своем милосердии и сострадании. И вот здесь слова как раз апостола Павла, о которых мы уже говорили, посланник Евреям 4, 15. «Мы имеем не такого первосвященника, который не может сострадать нам в немощах наших, но который подобно нам искушен во всем, кроме греха». Поэтому все, что делает Христос, даже все, что Он попускает делать самим собой, Он все это делает нас ради человек и нашего ради спасения. Далее говорится, что когда дьявол отошел и ангели служаху Ему, ангелы Божьи приступили к Иисусу и служили Ему. По предании же Иоаннове, то есть после того, как Иоанн Креститель был заключен в темницу, прииди Иисус в Галилею, проповедуя Евангелие Царствия Божия и глаголя, яко исполнися время и приближися Царствие Божие, покайтесь и веруйте в Евангелие. Здесь возникает резонный вопрос, почему Христос начинает свою проповедь только после того, как Иоанн Креститель взят под стражу. Этим самым Христос обнаруживает неспособность Ветхого Завета. преодолеть проблемы греха. И пленение Иоанна Крестителя это образно пленение Ветхозаветного человечества страстями, похотями, заключение его в темницу, это неспособность для Ветхозаветных людей без действия благодати Христа одержать победу над силами зла. И когда закон сень закона отступает, является проповедь благодати. Христос начинает проповедовать, говоря, что Царствие Божие приблизилось, и глаголя, як исполнисе время, и приближися Царствие Божие, покайтесь и веруйте в Евангелие. И далее, ходя при море Галилейсте, видя Симона и Андрея, брата того Симона, вметающая морежа, то есть бросающих сеть, в море, без того рыбаре. Они были рыбаки. И речем Иисус приидет вслед меня и сотворю в вас быти ловца человека. И Абия, Абия – это значит тот час, оставшая мрежа своя, то есть сети свои, по нем и доста. Вот эти два человека, Андрей Первозванный и Симон. И пришед мало оттуда узари Иакова Заведевого и Иоанна, брата его, и та в корабли строящая мрежа, то есть они чинили сети, и Абия, то есть тот час воззвая, то есть он позвал их за собой, и оставшие отца своего Заведея в корабли с наемники по нем и доста. И внедоши в Капернаум и Абия в субботы вшед в сонмище сонмище это субботнее собрание верующих для молитвы, учаше, то есть он сразу начинает учить в синагоге, и дивляхуся о учении его, то есть все удивлялись тому, что он говорил, он говорил не так, как книжники и фарисеи, он говорил со славой и силой Божию. И дивляхуся о учении его, бебо уча их, яка власть и мы, а не яка книжницы, то есть он говорил со властью, и бе в сонмище их человек в дусе нечисте, то есть в этой синагоге оказался человек бесноватый, и возва глаголя, то есть он начинает кричать, остави, что нам и тебе Иисусе на заренение пришел еси погубите нас вемтя, кто еси святый Божий. Вот здесь мы видим, как бесы в этом человеке кричат оставь нас, мы знаем, кто ты, святый Божий. и запрети ему Иисус глаголя умолчи. А почему Христос говорит умолчи? Казалось бы, бесы говорят правильные слова. Ты, Сын, Божий, говорили они в одном случае, здесь они говорили, яси святый Божий, и святые отцы, отвечая на этот вопрос, говорят, Христос не хотел принимать даже правильные свидетельства о себе от бесов. Он хотел, чтобы свидетельство о нем звучало или из Писания, или от его божественных учеников. Итак, Христос говорит, умолчи, и изыди из него, то есть эти бесы, и сотряси его дух нечистый, и возоби гласом великом, и зыди из него, и ужасошися все, яко стезатися им к себе глаголющим, что есть все, то есть все ужаснулись, увидев не только это чудо, но пораженное силой его слов. яко по области и духовом нечистым велит и послушают его. Люди не могли понять, что он имеет власть и духом нечистым повелевать, и те слушаются его со страхом. и изыди слух его, то есть молва о нем разнеслась абия, то есть тотчас, во всю страну галилейскую. и абия, то есть тотчас, и сонмища, исходящее, придоша к дому Симонов и Андреев с Яковом и Иоанном, теща же Симонова, Симон – это Петр, мы видим, что он женат, он имеет тещу, значит, жену, тоже имеет. Теща же Симонова лежаше огнем жигома, то есть в горячке, и абия, то есть тотчас, глаголушу ему о ней, и приступль, воздвижию, то есть поднял ее, исцелил ее, ем за руку и я, взяв ее за руку, и оставию огонь абия, тотчас горячка оставила ее. И служаше им, она не просто исцелилась, она сразу стала помогать, накрывать на стол. Поздя же бывшу, егда захождаше солнце, приношаху к нему вся недужная и бесная, и бе весь град, собрася к дверям, и исцели многие зле, страждущие различными недуги. То есть к вечеру дня многие-многие принесли своих больных. И бесы многие изгна, и не оставляше глаголы те бесы, яко ведиху его Христа суща. То есть Господь одерживает победу над этими бесами и не разрешал им говорить о себе, не принимая свидетельства от этих лукавых духов. «И утро нощи сущи зело, то есть на следующий день, восстав из Иди, и иди в пустое место и ту молитву дейши». Почему Христос уходит в пустынные места для молитвы? И тем самым Он научает нас уединенной молитве. Кто-то спросит, а к кому Он обращался в молитве? Иисус Христос не только истинный Бог, Он еще и истинный человек. И в своем истинном человечестве Он показывает нам подлинную человеческую жизнь. И если кто-то спросит, а будучи Богом, не только человеком, но и Богом, когда Он, Иисус, человек, молится, Он обращается к самому себе? Да, это можно сказать. Но обращаясь к Божеству собственному по человечеству, Он обращается и к Богу Отцу, и к Богу Духу Святому. Ибо все, что имеет Сын, имеет Отец и Дух Святой. И далее мы читаем, Игнаша его Симон и Ежи с ним, то есть находит его в этом уединенном месте Симон, и обретши его, то есть найдя его, глаголуши ему, яковси тебе ищут, и глагола им, идем, в ближнее весе, то есть весь это селы, и грады, и грады, да и ту проповедуем, то есть и здесь будем проповедовать, на себо изыдох, вот здесь он говорит, на себо изыдох, то есть он говорит, я для того и пришел, чтобы проповедовать в градах и весях, и бе проповедуя на сонмищах их, то есть в их собраниях, во всей Галилее и бесы изгоня, то есть он проповедовал не только словом, но и силой чудотворения, и прииди к нему прокажен, прокаженный, моля его, и на колену падая пред ним, и глагола ему, яку аше хошеше можеше мя очистите, вот этот прокаженный, он проявляет великое смирение, он не говорит очисть меня, он говорит иначе, яку аше хошеше можеше мя очистите, то есть он говорит, если хочешь очисть меня, почему он так говорит, он знает, за какие преступления грехи, он получил этот недуг проказу. Проказа по-еврейски Мацора это не та проказа лепра, которую мы знаем. В понимании древних экзегетов это скорее духовные заболевания, вот эта евангельская, библейская проказа, и она давалась людям за осуждение других людей. Помните, когда Аарон и Мариам покрылись проказой, они осуждали своего брата Моисея. И во всех других случаях Мацора описывается как некий духовный недуг. Итак, этот прокаженный спрашивает, яку аше хошеше можеше мя очистите. Хочет ли Господь очистить нас? Весь мир, в котором мы живем, это огромный прокаженный, как у пророка Исаии сказано, от темени головы до подошвы ног, нету здорового места, раны, язвы, неочищенные, необвязанные, не смягченные елеем, во что возбить еще? Этот прокаженный мир стоит перед Христом. Хочет ли Христос очистить Его? Хочет ли Он очистить нас? И мы читаем, Иисус же милосердовав простер руку, коснул Его, то есть прикоснулся рукой, и глагола Ему «хощу очиститься». Кто говорит «хочу очиститься», тот, который сказал «да будет свет и стал свет», тот, кто сказал «да бысь твердь и бысь твердь», он говорит «хочу очиститься». И апостол Павел пишет «воля Божия есть освящение наше». И «рексу ему», то есть сказав это, «абе отыди от него прокажен ней», то есть он стал чист «и чист бысть», и «запрешь ему», то есть Господь запретил ему рассказывать, «и абе изгна его», то есть отправил от себя, и глагола ему «блюди, помни, никому же не чесо шерцы», никому не говори об этом, «но шет покажися и реве», то есть священникам покажись, «и принеси за очищение твое, я же повеле Моисей во свидетельство им». Он же и шет начать проповедуйте много и проносите слово, як уже к тому не можете ему я вивоград в нити, то есть этот покаженный пошел и начал всем рассказывать. И так много людей услышали, что Иисус не мог спокойно проходить через эти города и эти селы, все выходили к нему навстречу. «Но вне, в пустых местах бе», то есть Христос вынужден был удаляться в пустынные места, «и прихождаху к нему отсюду». Но и в эти пустынные места приходили люди, чтобы получать исцеление от Христа и своих душ, и своих тел. Итак, сегодня мы окончили изучение древнеславянского текста Евангелия от Марка, первая глава. Я думаю, что вы с трепетом воспринимаете эти живые глаголы древнеславянской речи, а моя задача сделать этот текст актуальным, понятным и доступным для всех нас. В следующий раз, если будем живы, Господь позволит, мы будем изучать уже вторую главу Евангелия от Марка. древнеславянского древнеславянского Продолжение следует...